Я вернусь Скажите им, что бича вернусь Эминемчик Я, если что, не играла в первую часть Я не знаю, каково Было, будет мне Вот, но мне кажется, будет страшно Не так, как сейчас, конечно Но будет так Нормально вам, да? Своим английским, блять Это я включила или, да? Качество производительности В этом я не шарю Вмите икс, чтобы продолжить New game А че так тихо? Подождите Очень тихо Громкость 100, блять Ладно, окей Ребят, сейчас посмотрим, че будет Обычная, конечно Че это я Я играю теперь только на обычном Я надеюсь, что я в скором времени У меня разовьется на бок Игр в хорроры И я буду играть на самом сложном уровне Снова к истокам Все мы надеемся найти истину в истории Иногда мне кажется, что пока Надежда жива Знать всю историю и вовсе не обязательно Вау Да, лицо очень реалистичное Согласна Unreal Engine В ужастиках есть только монстры и жертвы И обе роли не подарок Но канон жанра требует Чтобы каждый персонаж страдал Ну, какой милый Это не история о чем? Я надеюсь, что история сложится по-другому Но эта история сожрет нас заживо История подобна монстру А у монстров много обличий А что такое мьюинг? Я не знаю Уже после сейчас этой игры вообще ничего не страшно Нет выхода Так темно Чего он там хавает-то? Подождите Мне нужно Покажите мне Мы играем за толстяка? Почему мы играем за толстяка? Я что-то не понял Покажись хоть Ты что себе не показываешь-то, ну? Покажи лицо Ладно, ниже мы не будем пускать Ракурс То есть снизу как бы ракурс Блядь, у меня экран закрывает Ну ладно Ракурс снизу То есть включает как бы А лицо показывать не хочет Интересно, у тебя подход, однако Анонимность, да? Не хочет, чтобы я тебя таким видела Чтобы мы тебя таким видели Ну ладно, ничего страшного Я не знаю, на самом деле Мне кажется, это Нет Вы меня слышите? Ого Что с ним? Ну же, нам нечего тут делать Помоги! Вот и пропали А что они тут делали? Ну идем по тропе Все обзоры куплены Что значит? Да ну Мне ужалка Ты так написала Чей-то папа Мне ужалка стала Ребята, после этой игры Мне вообще не страшно Честно говоря Блин, а мне не нравится Знаете, что Блядь Подождите Так А, тут, блин Не подвинешь Ну ладно Сейчас я чат Только уберу Сюда Короче Если мы продолжим Уграть с этой стороны То я уберу рамку Блядь Сука Ебаная Блядь Что такое? Да Не страшно будет Да Не страшно Не могу Сговорить Я только что Напугалась Для быстрого бега Нажмите Л3 Да я хоть посмотрю Что там Ну ладно Не будем Кто там шепчет-то? Графика Разъеб, конечно Так И что, блядь Мы с голой писькой Без оружия Что делать? Ну Ну идем Ну идем Ладно Стремно Конечно Пиздец Я надеюсь Я туда иду Или я иду обратно Мне кажется Я такое ощущение Что я иду обратно Ну ладно Фух Блядь, сука Козел Ничего 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 Что мне делать-то? Блять! Культ! Культ слова! Мы культ дерева! Мы несем дозор в ночи! Дозор на стене! Джон Сноу! Что с тобой стало? Нет, Джон Сноу этого не сделал! Давай! Спасибо большое, что пришла и рекомендовала игру! Спасибо, пока! Эд, беги! Вперед! Вперед! Мне его жалко! Мне его жалко стало! Мне его правда жалко! Но начало разъебное! Прям очень! Графика просто топ! Жалко! Жалко! Алан! Аваки! Ту! Вот здесь у меня, кстати, звук на сотку стоит! Но у меня звук на сотку! У меня через карту видео захвата! Звук все равно чуть выше! Ой, ниже! Процентов на 20, наверное! Привет! Привет, дочка! Как дела? У меня все нормально, мама! А ты там как? Так! Командировка может затянуться! Прости, что в последнее время так редко бывают дома, Логан! Господи, мама! Ты не виновата, что у некоторых руки так и чешутся! Что случилось? Просто работа! Ладно! А мы с папой как раз смотрим свежую серию Найт Спрингс! Мама! Она просто класс! Давай без спойлеров! Не буду отрывать тебя от сериала! Хоть ты и обещала подождать и посмотреть его со мной! Люблю вас обоих! Что делать, если ты все время в разъездах? И я тебя люблю! Фередва привет Кейси! Скажи, чтобы хандрил поменьше! Логан! Обязательно! Пока, детка! Не успею! Я успела! Логан считает, что тебе пора взбодриться! Ехидная девчушка! Интересно, в кого она пошла? Кофеечка! Это хоррор! Это хоррор! Мы приезжаем в город и тут же обнаруживается новый труп! Это точно не совпадение! Как будто убийца оставила нам послание! Я рад, что мы вместе займемся этим делом, Андерсон! Она просто создана для тебя! Давай ты возглавишь расследование! А я помогу, если понадобится! Ладно! Как насчет напутствия? Ничего бодрячего я точно не скажу! Сэм Лэйк! Клей Мёрфи! Клей Мёрфи! Короче, там типа смысл, что ты когда светишь фонариком, то монстров нет! А если не светишь, то они есть! Ну, примерно в этом смысл! Что ж, приступим! Спасибо! Мне приятно! Я бы хотела озвучивать! Мы должны были встретиться здесь с помощником шерифа, чтобы он показал нам... Да вот там машина, а где помощник? Блин! Он сломал... Его сломал на дверь! Блин, мне не нравится, короче, что экран здесь! Мне придется его перемещать! Я его просто не присоединила одновременно с рамкой, блядь! Сейчас! Эй! Скотина! Сейчас! Опа! О, можно вот так? Сейчас еще, блядь, в бок надо! Вокази! Ну, как вам? Сейчас, чуть-чуть! Подождите! Подождите! Я очень дотошна! Опа! Видали? 10 из 10, конечно! приглашение блять и теперь мы закрываю голову и куда может быть а вот в этот бок это максимально странно конечно я запомнил это все как следует пока лес не проглотил нас погодите ребята давайте настроим так камера и web сейчас подождите на создать папочку я просто не подготовила заранее не знаю извиняюсь так окей вот керрица гол и того это в кемера и это в кемера тоже теперь это сюда с блять а как опана блин ну все равно конечно чуть-чуть видно час ребят просто тысячу изменений тысячу извинений вонючая сука рамка ну мне она нравится что сделать хоть она и воняет но она мне нрав можете пока пописать или не знаю там ничего нормально вот так но это максимально странно да посередине просто сейчас давайте вот так и это сюда это сюда это сюда ну так ну все нормально вот так все максимально странно да так что влюбить на карту или нормально с двум все видно так подожди я должна влюбить на карту как карту сделать а вот она хорошо на карте показаны важные места поблизости озеро калдрон ты же хотел поменяться местами я кого-то слышал я пешком у вас сейчас не собрать все чтобы ничего не случилось тортон кончаем ныть ну да может быть эй вы здрасте агент кейси верно шериф брейкер сказал что вы занимаетесь расследованием примерно так андерсон сага андерсон я буду вести до дела похоже моим напарник алекса кейси вы уже знаете ой черт простите мэм я помощник шерифа малиган понимаете я просто думал когда эти грёбаные федералы наконец покажется малиган федеральный агент уже здесь тортон мой напарник тортон сейчас на месте преступления он у нас не звезд с неба он у нас не звезд с неба и уже здесь в каком смысле они с тобой ух блин они меня не слышали расскажите что произошло что может сказать на моем месте преступления про сердце не забудь сказать я как раз собрался тортом в общем некоторые органы находятся вне тела жертвы хотя по идее должны быть внутри а должны внутри неправильно прочитала интонации свидетели были ага парочка приезжих интересно зачем они ночью шнуряли по лесу приехали из большого города очень подозрительно то есть мы конечно против жителей больших городов ничего не имеем верно тортом с интонацией блять для его случай не волнуйтесь шериф брейкер отвез их блайт фоллс я хочу посмотреть тело как нам добраться на место очень просто залезать через дыру в забор и дальше вниз по склону к озеру и обогните старый магазин точно не забудитесь после того как озеро внесли забором здесь все позакрывалось магазин кемпинг и все остальное малиган передаем я их жду им все покажу они слышали тортон я раньше праздновала сейчас уже не праздную не знаю почему надо бы нужно вспомнить все что нам известно о деле пока мы не добрались за место преступления хочу убедиться что правильно все понимаю вы можете использовать доску зацепок в обители разума обители разума это моя собственная версия этой методики так я перебираю улики работы над делом я создаю новую обитель разума для каждого дела использую в качестве основы образ оперативного штаба факты на доске все что нам известно о предыдущих убийствах стоит еще раз их изучить вау это что-то вообще офигеть новое реально это прикольно это какая-то методика шерлока холмса мне кажется так это не детективы это это же не детектив это ужас ну да в россии жалко что не развита я бы хотела ходить по домам и собрать конфеты даже в этом улице хотя наверное много вы послали меня куда подальше ну да ладно используйте r чтоб перемещаться поблизости отдалить камеру вы можете рассматривать доску зацепок дальше или нажать нужно быть убийство на озере колдрон в окрестностях bright falls произошла череда убийств чтобы найти душегуба нам нужно установить связь между преступлениями это не детектив это чисто хоррор кстати вот так удобно но мы еще узнаем те жертвы пропали без вести 2010 году больше ничего общего а пропаж жертвы заявили 2010 году в 12 году тело нашли не глубокой могиле труп обнаружили в озере колдрон в 2018 году кое-какие органы отсутствуют рыбы постарались судя по состоянию тела она не могла повести восемь лет в воде обнаружены две недели на обнаружен две недели назад причина смерти раны грудной клетки надписи на теле не разобрать хозяин магазина это голый кстати был он план 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 так детали убийства различается есть на что объединяет трупы вздутие но причин смерти разные в данном случае травма грудной клетки на двух убитых видны синяки жертв связывали ремнями последние жертвы ла 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 портрет убийцы хотя бы здесь глубокая рана груди сердца отсутствует все тела раздуты тело третьей жертвы из пещере но татуировками убийца пытается что-то сказать или в ком-то просто умер художник какая интересная догадка кроме года исчезновения между ним нет ничего общего возможно убийца спортсмен или охотник две цели у нас блин прикольно а приходе в обиде разума игра не останавливается имейте это ввиду если рядом враги давай спустимся по склону блин они так быстро разговаривают что я даже не успела читать долбаная природа у меня от нее голова раскалывается сплошное открытое пространство а мне нравится блин красиво было бы это продолжением дейсгона я бы тут просто бы верещала кстати вы знаете чё дейсгон 2 официально в разработке это просто топ слушай кейси ты сделал меня главный чего вдруг андерсон детектив из себя куда лучше моего дела от которых мы за головы держались для тебя это как зачем мне тебя тормозить ты не на пенсию ли собрался забыло что случается с копами стоит там сказать что это дело последнее а смеяться андерсон крыс еще байкер да я байкер и это как блять как персонаж это зовут диконсон джо мой кореш да реально как он кому-то может не надо может кому-то не нравится комары знаешь комары холод приветик не а мне нет такого и я еще не старик меня удивляет что мы играем за копов не это реально удивляет что это значит мирор пик могучая гора гора блять гора в долине что иное как мирор пик культовая достопримечательность видом на озеро колдран под правильным углом вершина будет отражаться на тихой клади озеро во всей своей перевернутой красе ты тут искал то ушла а я не знаю для чего это нужно кстати сервером дискорде для чего это самое начало подсматривает подсматривает так смотрите тут несколько развилок вы несколько развилок мы только что туда пришли ну ладно а не худшее место чтобы стать жертвой убийцы если тянет природе конечно не ну на самом деле вот а если подумать я бы в такой лес не пошла но это стрелк блин нужно было взять зонтик а я лишь люблю хоть одно напоминание доме как думаешь местным полицейским хватит ума натянуть если хватит с меня кофе я бы сюда не пошла на самом деле ну да я я лицо бэр точно а что вы здесь подождите а тут еще тропа подождите а почему мы идем за мужиком ладно идем сегодня на стол официальный магазин объясни-ка еще раз сколько можно повторять одно и то же малиган какой-то заброшенный немножечко магазин вам так не кажется тортон полагаю давай я к вашим услугам давайте раскроем это дело дело за магазином давай я покажу лампочку не берем фбр значит круто как охотитесь на поехавших поехавших серийных убийц палец и налево направо не забывая замалчивая история пн ло серьезно а вакантии у вас есть тортон он шутит ну что осмотрим тело щалви 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 опа она вот и место преступления мы нашли его на столе ничего не трогали вы понимаете правило все такое спасибо помощник тело не накрыто ты проспорила ладно начнем с осмотра нашего гостя похоже это на предыдущее убийство тело уложено на стол ритуально открывает список собранных сагой улик чтобы выбрать изображение и добавить его на доску цепок и столь пользуете x место убийства озера что нам приехать в город как обнаружился еще один труп совпадение я не прочитала выставление новое изображение появится новый вопрос блин прикольно так что роберт полсон подождите что мои мое имя роберт полсон это же это бойцовский клуб я помню его имя роберт полсон да 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 я помню это блин задача да в целях исследуем место преступления окей а чем еще тут можем кстати прикольно мы гуляем по ее разуму вот и карта место убийства блин такая графика круто вот такую бы графику в деск он ну кстати может быть и похож вы можете пускать тело чтобы собрать улики пройдут нас в расследовании убийство оставил сердце прямо рядом с телом жертву сезали ремнями на запястье синяки от ремней колота резаная рана груз скрыта сердце удалено рассказать цепок так но улики можно расположить на открытых вопросах травма грудной клетки так ага я пока учусь управлению ребята что нет что нет что нормально вообще все сердце вынули из грудной клетки запястья связаны ремнями почерк совпадает с другими убийцами убийствами но в этот раз убийца оставила ремней и сердце в этот раз у нас больше улик с учетом этого мы знаем уже четырех убийствах чё ты психанул на меня я просто изучаю улики помогли найти ответ на открытый вопрос и разблокировали умозаключения разблокировка умозаключения по мере расследования в целях будут появляться новые вопросы что увидеть цели нажмите это можете рассматривать доску или уйти кто жертва кто его убил нужно больше улик на столе много кроя это скончалась здесь здесь побывало несколько человек несколько убийц несколько убийц есть предположение кто наша жертва я знаю его звали роберт его роберт агент фбр приезжал к нам лет 13 назад с тех пор не слыхал о нем он агент фбр нифига себе ну ничего чем меня найтингелл роберт найтингелл ага вы же были знакомы наверное братья по оружию ой и сестры общайтесь с людьми осматривайте предметы чтобы собирать улики кто-то пил пиво они провели здесь некоторое время чего-то ждали кто-то бежал в спешке сбил штатив ага на нем была установлена камера ты знал жертву в таком виде я его не узнал но да мы виделись пару раз в куантика общих дел у нас не было он практически слезал с катуши когда его напарника убили во время задания его уволили вскоре после этого так так случилось после увольнения что случилось найтингеллом после того как его это это я знаю только по слухам из-за депрессии начал пить а выпивка сделала его параноиком он начал вдумать всякий бред и гнаться за призраками прошлого а потом исчез с радаров видимо он очутился здесь и думал в этой истории все не так просто наконец у нее не счастливый найтингелл пропал 13 лет назад в тысячи десятом как и прочие жертвы определенно вписывается интересно что там творилось в этом году чтобы не было для местных воспоминания явно не из приятных меня знаете чубе это отсылка не знаю ссылка может быть нервная у нее работа да давай спокойной ночи спасибо что пришли а это что такое подождите не бисит что нужно постоянно эти вонючие типа ну это прикольно но просто этого очень много что нужно постоянно ставить улики так куда мне то блять ставить чё надо меня орет опа сюда подойдет сука она мне бесит нахуй судя по следам убийц было несколько да ладно блять такая себе вечеринка то есть какой смысл это делать если мы только что видели пролог с вами блять и в этом прологе там все было описано и и не знаю зачем ну да на будущее так прикольно мы нажимаем на бумажку и голосом этого героя нам озвучивается прикольно так чё роберт найтингейл бывший агент фабар привела прайдфолст 13 назад мы уже 300 раз это поняли сама дура тупит а потом на меня орёт нахуй куда это прицепить а вот что еще преступник хотел чтобы убийство произошло здесь он во все подготовил и просто ждал он ждал его но почему именно найтингейл он 13 лет считался пропавшим почему здесь почему сейчас агуша пропал составить досье понять как думает подозреваемый увидеть его глазами почувствовать то же что и он используйте свои знания чтобы интуиция подсказала мне решение я вижу цельную картину используйте досье в обители разума саги чтобы проследить ход мысли подозреваемых жертв сага может интуитивно обнаруживать новые улики составляя досье на интересующих ее людей пропавший ритуального убийства найтингейла выбрали на роль жертвы почему я щелкаю выключателем и раздается щелчок свет погас но кто то здесь есть кто то здесь есть это не случайная вспышка жестокости это ритуал и найтингейл его часть его воспринимали не как человека а как емкость для чего то агент найтингейл отсутствовал 13 лет как он здесь очутился вернулся из озера которое не было озером темно он тоже был там пока он не разрешит мы тебя в озеро не пропустим роберт найтингейл вышел из озера а потом его убили а 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 н а а а а а ну а а а а Много вопросов и без ответов. Не знал, что деревья бывают такими высоченными. Ебать. Реально. Прямо жуть. Блин, на самом деле очень красивый лес. Хотя не спорю, здесь жутковато. А мне нравится. Прикольно. Такие сумерки прям. Атмосферненько. Ну а дерево пиздец огромное. Мы что, типа в дерево залезем? Ну окей. На земле есть бумаги. Ой, это следы. Босые. Или босые. Начинается под валуном. Бессмысленно засадка какая-то. Извините. Туман леска. Страница, полностью написанная с одной стороны. Не типографская печать. Настоящая ретро. Текст напечатан на машинке. Часть строк зачеркнута. Правки внесены от руки. Ммм, это рукопись. Страница романа. Послание от убийцы. Ее оставили для нас. Текст и речь о нас. Жертвой был их коллега. Специальный агент ФБР Роберт Найтингейл. А еще они нашли страницу. Первый шажок на пути в кошмарные глубины. Слова. Эти слова воспринимались как послание. Кто-то знал, что они здесь. Кто-то затеял с ними игру. Приглашал куда-то. Как тут устоять? Даже если они знали, что в ходе игры неминуемо... Что-то там. То есть это пишет Алан Вейк, герой первой части. Кто-то следит за нами. Играет с нами в извращенную игру. Ты был прав. Это действительно по моей части. Найтингейл был здесь. Либо это он обронил страницу, либо убийцы любезно оставили для нас. Мне нужно стать опытной игру. Что я хотел сказать? Первой части вот этот чел, который сейчас читал записку вместе с нами. Он на это... Он на первой части был. А что случилось? Так. Ага. Не надо мне что-то... Хорошо, давайте прочитаем еще раз. Блять. Теперь внезапно объявился. Сразу покипали между стоками ритуала. Прямо денег прибытия. А еще нашли страницу. А, ну так мы это, блять, видели. А, первую из множества. Подождите. Ну не последнюю. Ну да. Так. Страница. В лесу мы нашли страницу. Художественный рассказ об этих событиях. Какую роль в них сыграл Найтингейл? Я несу его слова в своем сердце. Внутри. Ужасная правда. До нее нужно докопаться. Тело что-то засунули. Грудную клетку. Надо выяснить, что это. Блин, какая графика разъемная. Я вообще тащусь просто. Подожди, доска зацепок. Так. Отдаляем. Думаю, он вышел из зонзера, но рисунок следов какой-то странный. Думаю, я выяснила все, что могла. Нужно провести осмотр тела. Кто знает, что идет у меня внутри. Прикольно, если бы все люди четко видели бы картину в мозгу, как вот сейчас показывают. Ну, чтобы мы могли вот так же визуализировать, типа, что у нас такая домохата. Вот здесь вот все, что мы помним из детства. Там просто открываешь дверь, и там огромная комната белая. Это, помните, как в Брюсе Всемогущем? Кейси. Думаю, в теле Найтингейла что-то найдется. Попросим помощников шерифа отвезти в городской... Я обосралась, у меня клавиатура выскочила... Ой, это... Вырубилась, я думаю, что такое? А почему чел зовут женским именем? Кейси, это же женское имя. Тут он написал, а ты явно не хотел, чтобы это было похоже на историю, как сцена из триллера. Как же мне все это бесит. Текст не врет, нас ждут новые находки. Но в чем смысл? Искажать события, создавая собственное... Чего? Потешить свою фантазию? Мы инструменты чего-то, желания? Персонажи или зрители? Просто свидетели этого замысла? Или все вместе? Убийца стремится взять ситуацию под контроль. Хочется, чтобы мы все плясали под его дудку. Не поддавайся ему. Слишком поздно. Ой, вернулись. Мне нужна следующая глава. Надеюсь, вы не вляпались в лужу. Я же говорила, наводнение просто жуть. А как мне туда залезть? А вот. Помощник шерифа. Шериф, мне нужно тело отправить в город для должного осмотра. Ладно, но коронера в городе не будет до качания не оленя. Я проведу осмотр сама. И еще. Данил Шериф Брейкер сказал, что букер в закусочной дорогой олень. Лежите ключ от калитки. Чтобы срезать путь к паркингу выше по склону. Это туда, куда мы с вами. Это что такое было? Немножко интернет отключился. Я уже обосралась. А, ну все, все ок. Господи. Фух. Давай ключ. Это, короче, ключ там, где мы с вами это... Там с вами ходили. Спасибо. Поехали в Брайт Фоллс. Пора пообщаться со свидетелями о букерах. Они закусочные, верно? Я бы не отказался от чашечки кофе. Давай попробуем срезать путь по рекомендации. Звучит хорошо. Она вообще светит фонариком или нет? Не считая убийств, вроде бы милый городок. Леса красивые. Гостиница, в которой мы остановились. Если представится, можете, можно отправиться. Андерсон, кончай вредничать. От помощников шерифа толку немного, но, надеюсь, шериф сможет помочь. Насчет помощников ничего удивительного. Наверняка возиться с чем-то настолько жутким и приходится... Блядь, я... Не бейте, что он меня толкал просто. Я, сука, первая поняла, нафиг. Опа, да. Что там? Опа. И что тут? Это детский ланчбокс. Ланчбокс с Алексом Кейси. Кейси от одного упоминания этого выдуманного детектива передергивает. Героиня-то не она. Больше, чем эти дурацкие детективы, Кейси ненавидит только снятые по ним фильмы. Я устала это читать, конечно. Так, ну давайте, улучшение оружия. Ага. Удерживайте кнопку выстрела, чтобы перейти в режим автонеческой стрельбы. Прикол. Ну, у нас всего два... А, нам надо эти, короче, листочки собирать. Я поняла. Так. Спрыгиваем. Не, ну прикольно. На самом деле, мне чем-то напоминает... Знаете, что? Велас туфас. Не знаю, почему. Вот, может быть, по управлению. Тут как будто бы от создателей Велас туфас. Вам так не кажется? Может, так и есть, кстати. Улики пока не сходятся. Извлеченное сердце. Штатив. Следы в никуда. Штатив для камеры? Чтобы записать убийство? Может быть. Maybe. But I'm rich in a beauty, so it doesn't matter. А какой смысл? Чтобы вставить на место послание для нас. Опа. А что вы двери не закрываете тогда? Закрывайте двери, чтобы никто не ходил. Куда пойдем? Сюда или сюда? А я тут пойду. А я тут пойду, понял? Ты меня не найдешь. А-а-а-а! По-моему, дорожки сводятся. А, ну, понятно. Аля, подождите, я куда-то пришла. Вот мы и на месте. Давай вернемся в город и встретимся с шерифом в закусочной. Знаете, что мне захотелось сожрать? Почему-то я представила закусочную, про которую она сказала, и я представила, что там хот-дог с кетчупом. С кетчупом и этим самым... А, это не наша тачка, что ли? С кетчупом, короче. С горчицей. Ой, я бы его сожрала, ребята. Это было бы разъемно. А, я все не могу выкинуть из головы эту страницу рукописи. Я еще не видела, что убийца общался вот так напрямую, пока ты отлично справляешься. Благодаря твоей интуиции расследование быстро продвигается вперед. Я была не уверена, что это мне браться за сделок, который так... Но мне хочется рассказать эту тайну. Ребят, что-то меня так утомилось, на самом деле. Мне больше внимания. Может быть, немножко меньше буду говорить. Тебе же нужно взять что-то из нашего оперативного штаба в домике. Я готов. Я все равно оставлю там машину. Хочу прогуляться к закусочной. Понять, что представляет из себя городок. Короче, да, вот я представила, что это закусочная. И там есть эти футдоги, и я бы их сожрала там. Кстати, вот эта главная героиня, она на какую-то актрису похожа. Где-то как будто бы снималась. Мне кажется. Вообще, вайб реально городка из этого. Кучно прямо на берегу. Шериф и свидетели нас уже заждались. Чую запах кофе. Короче, да, вайб сериала «Очень странные дела». Не знаю, почему. Я вот кофе с хутдогом бы сожрала. Я ничего из этого не ем, конечно, но я бы сожрала. Чарли, сколько ты сегодня бьешь с тебя кофе? Обнимашки! Обнимашки! Она меня не видит. Блин, жалко. Так. Прямо внизу. Вот так уточная, да? Или подожди. Как мило. А вот. Блин, слушайте, графон просто топ. 10 of 10. Блин, хот-дог. А вы, кстати, знали, как переводится хот-дог? Горячий пёс. Странное название, да? Для еды. Вам рада, принёс кофе. Он, тюмпопный. Сериф, рада встрече. Не отказалась бы от кофе. Я бы выпил ещё чашечку. Я агент Сага Андерсон. Это агент Алекс Кейси. Тимбрекер. Ваш визит чрезвычайно кстати. Откровенно говоря, нам нужна помощь. Не сказали были свидетели? Пара свидетелей. Они описали их как подозреваемых. Маллиган и Тортон никак не угомонятся? Нет, по-моему, букеры на убийство всем не похожи. Но решать вам, конечно. Они внутри пьют кофе с пирогом, пытаются немного отойти. Я допрошу их. Кейси, а ты пока обменяйся. Не спеши. Покажись. Мы посмотрели материалы, которые там нам прислали. Вечером я свободен. Так, идём. Хей, воссап, пацаны! Короче, реально чисто вот из странных дел. Закусочная. Сейчас где-то сидит тут Билли. Букеры, это они? Прошу прощения. Я агент Сага Андерсон. Вы Букер? Я Тайми, это Эд. Здрасте! Можно просто Сага Эд. Нас в чём-то обвиняют? Если нет, мы лучше бы в одну из гостиницы порвали забыть, что увидели. Приняли бы ванну, покричали в подушку. Ну, вы понимаете. Мы не обвиняем вас. Но у меня есть пара вопросов. Не волнуйтесь, хорошо? Можете рассказать, что увидели? Из озера вылез голый мужик. И вёл себя как ненормальный. Орал какой-то бред. Наверняка на наркоте. Или у местных в порядке вещей купаться голышом на рассвете. Потом мы услышали стрельбу и наткнулись на психов в масках оленей. Они напали на голову парня с ножами. Как сатанисты какие-то. Прикольно. У них пирог. Я бы сожрала. Мы свалили оттуда и вызвали копов. Что вы делали? У озера Колдрон. Я писательница. В жанре кеморринальной эйды. Мы приехали из Нью-Йорка, чтобы собрать информацию о знаменитом писателе Алане Уэйке. На озеро я пришла в поисках фактуры для книги. Ничего незаконного. Кстати, страница может быть, кстати, оттуда. От неё. А почему вы решили, что это был культ? А масок и ножей вам недостаточно? Ну и орали, культ дерева, культ дерева. Ой, а потом мы нашли это. Мы жутко перепугались. Вот и всё. Хм, а что это он там скрыл, да? Чё он скрыл? Прикольно, да? Букеры так прикольно разделили их. Культ дерева. О чём букеры умолчали? Я нашла ожерелье. Символом в виде пары треугольников. Тэмми культ явно заявит права на эту... Я нашла ожерелье, значит, на моё это. Издатель точно захочет поместить фото на обложку. Тэмми кое-что нашла. Ожерелье одного из культистов. Я не могу читать, ребят, это пиздец. А букеры были на озере Колдрон. Почему? Забор построили, чтобы скрыть что-то от посторонних глаз. Говорят, писатель упал в озеро. Частная вечеринка. По сторонним вход воспрещён. У читателей будут вопросы. Передай-ка, болторез. Они вломились в закрытую зону ради книги. Убийство тут ни при чём. Они не собрали. Я уже не могу, вы понимаете, да? Культуристы. Кажется, вы что-то нашли там, да? Может, амулет, который обронили культисты? Ух ты. Как вы догадались? Это вещь... Вы должны отдать его нам. Так, ладно. Жалко. А я говорила, что не надо было его брать, Тэмми. Так, сейчас, секунду, ребят. Я отойду на минутку, сейчас, секунду. Субтитры сделал DimaTorzok Да, ща, ребятки, ща, ребятки. Алуши нет, ну всё. Всё, нечем подкрепиться, так сказать. На самом деле, обидно очень. Ничего дома сладкого нет. Я хотела что-нибудь вкусненького там взять. Но в итоге не возьму. Спасибо. Вы очень нам помогли. Будьте добры, не уезжайте пока из города. Вдруг у нас появятся ещё вопросы. День олени мы точно пропускать не собираемся. Боже мой. Сага! Сага Андерсон! Глазам своих не верю. Кто это? Я думала, после того ужасного события с дочуркой, вы здесь больше не появитесь. Как у вас дела? Эм, простите, кто вы такая? Понятия не имею, о чём вы. Это же я, глупенькая Роуз. Мы знакомы? Я вас не знаю. Что за ужасное событие случилось с моей дочуркой? Она утонула? Ваша дочь? Странно, что вы не помните. Откуда вы вообще узнали, что у меня есть дочь? Я знаю, в чём дело. Вы вытеснили воспоминания о травме. По телевизору такое всё время показывает. Нет. Вы меня с кем-то путаете. Как скажете. Странно, что это было. Может, она реально заблокировала воспоминания, либо это призрак. Ты призрак? Всё готово? Тогда можно наведаться в морг и взглянуть на Найтингейла. Пойдём. Уже? Так, Кейси, мы кое-что узнали. Похоже, мы имеем дело с культом. Культ дерева. Культ убийц. Сволочи. Вы что-нибудь знаете о культе дерева, Шериф? Только городскую легенду. Окажетесь ночью в лесу и капец. Всё в таком мире. А вы, случайно, не великий волшебник под прикрытием? Я всё время играл в ДНД и играл за волшебника. Монинг! У нас, кажется, гости. Доброе утро, Тед. Да, очень важные гости. Вот-вот. Чем больше, тем лучше. Удачи, Шериф. Можно быстрее? Слушайте, а что вам известно об официантке закусочной? Вы про Роуз? Она немного не от мира сего. Всегда такой была. Почему вы спрашиваете, что она натворила? Она всё повторяла, что моя дочь утонула. Она даже не знает меня по имени. Дичь какая-то. У Роуз таланта. Говорить всякую дичь. Не принимайте близко к сердцу. Может, она предсказала будущее её? Отправиться в процедурную. Рад уйти. Труп в подвале, можно приступать. Ага, в морге всё готово. Я хотела как можно ближе взглянуть на тело. Увидите, Шериф. Блять. Давай, Шериф. Сами, мне всё хорошо. Если вам понадобится, обращайтесь. Да хватит толкать! Благодарю за помощь. Хорошего дня. Шериф, давай быстрее. Давай быстрее, да? Ну что, и как ты зайдёшь? Как ты зайдёшь? Сука. Морг у нас общий. Бюджет скромный. Навинняка нет таких проблем. Корнер у нас один, несколько городов на этой неделе. Но вы сами справитесь, да? Вскрытие проводить уже умею. Да, смотри, скотина какая-то толкается. Смотрите, сейчас встану, вот, пускай он идёт. Чё не проходим-то, а? Ладно, всё. Чем-то напоминает предыдущую игру. Вам так, не кажется? Дратути, дратути. Она решила открыть закрытую дверь при шерифе, и он на неё так посмотрел, типа... Чё, блядь? Хорошо, иди уже первый. Так, взглянём-ка на нашего пациента. Начну с внешнего осмотра, больше, чем перейти к внутреннему. Какова причина смерти? Опа! Люди что-то оставили. Тело было погружено в воду уже после смерти. Что-то здесь не сходится. Похоже на текст. Татуировка? Найтингелл не похож на любителя татуировок. На теле раны. Не торопись о событиях. А, вот ещё. Здесь что-то написано. Не могу разобрать. Как они умерли спрямить такой фокус? Пора узнать, что может рассказать нам тело Найтингейла. Что можно узнать, смотря в тело. Итак. Раз. Ритуальная надпись. Ну. Ну, блядь. Причина смерти. Так. Я как будто экзамен сдаю. Она меня так бесит, что она так реагирует. Причина смерти рана грудной клетки. Да ладно. Но труп раздут. Следы пребывания в воде. Странно. Не хочет, а? У людей находится какой-то предмет. Его оставили убийцы. Так, блядь. Иди посмотри уже этот предмет. Я не знаю. Так. Ланчбокс Алекса Кейси. Что, блядь? Не поняла, что за дела. А! Блядь. Подождите. Не то. Так. И вот теперь сюда. Ланчбокс детективом Алекса Кейси оказался здесь неспроста. Очередное послание. Подождите. Алекса Кейси, это же наш напарник. Мы все будем разгадывать. Каждый предмет. Листочек упал с дерева. Это потому, что его посадил Петр Первый в 2005-м, в минус-пятом году. Блядь. О май гад. Это коробка. Эта коробка была куплена его отцом. Его отец встречался с женщиной, которая родила третий детей. И трое из них вышли замуж за мужчин, начинающих имен. Имена которых начинаются с буквы К и заканчиваются на О. О май гад. 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 Видите, блядь, пытается меня, нахуй, это... Подтрюкивать, блядь. Мы имеем дело с организованной группой убийц, а не с серийным убийцей-одиночкой. За убийствами стоит культ дерева. Похоже, дело только что... Тут серьезно осложнилось. Придется завести новое досье. Это мое первое дело о культе. Как круто. Так. Как у нее много улик? Они вообще, блядь, заканчиваются? Это пиздец. Если я собираюсь уничтожить культ дерева, надо узнать о нем побольше. Блядь, у него уже тысяча улик, смотрите. Как? Как? Ты это поняла? Как? Мне, если честно, это уже... Вот это находить улики, это занудство, блядь, уебанное. Ну, вам так не кажется? Ну, просто этого очень много. Еще, блядь, ты не знаешь, куда это ставить. Тебе это надо думать. Ну, ладно, может быть, я преувеличиваю, конечно. И она еще тебя, блядь, осуждает. Еще все окей? Трэш. Смотрите, ее вообще не нравится. Культистное стилие маски оленей. Ну и что? Символы культа. То есть, я не могла отнести маску к символам культа. Мне нужно было отнести ее к записке, что за культ. Ну, как такое возможно? Ладно. Так. Что там, думаете, будет? Что это? Мы, похоже, на страницу видели в озере. Найтингейл охотился на сагу. Не заметил ее. Одержимый не видит в ярком свете. Цвет их ранит. Они становятся уязвимыми. У Найтингейла не было сердца, но он был тут как тут. Убивал. Чего-то больное воображение пройдет фантастическую историю о нас. Эй, погоди-ка. Мы нашли несколько таких страниц. Не думали, что они имеют отношение к делу. Сейчас достану. Так. Нет, нет, стой! Опа-на. Исчез. Шериф? Какого хр... Блядь! Покажи мне щелкунчик. Ох. Надо стрелять, что ли, блядь? Да убьют. О, мэй гад. Так темно. Нет, нет! Не заметил ее. Не увидел в ярком свете. А что, он умер, напарник наш? Блядь! Я заставлю тебя заплатить. Его имя Роберт Полсон. Черт, черт, черт. Он приближается. Оружия нет. На сцене сказано, иди к свету. Постарайтесь оставаться на свету, чтобы враги вас не заметили. Ведьма, иди сюда. Прочь из моего дома. На свету он меня не видит. Он пистолет в коридоре. Нужно его достать. Блядь, как он в коридор? Убежище восстанавливает часть... Сука, это пизда. Убежище восстанавливает часть здоровья. Если вы покинете убежище, вы будете атаковать... Вы или будете атаковать из него во время боя, оно на время станет доступно. Ну, сука! Куда, блядь, идти? Подожди! О, май гад. Ведьма, я тебя сюда привел. Он был здесь. Он должен был сидеть внутри. Поджидать ее. Он исчез? Графика разъек полный. Вы посмотрите, это просто как фильм. Это просто как фильм. Я такой реалистичной графики вообще нигде не видела. Да. Так, продолжить. Прикольно, да? Мне вообще нрав. Вам что? Что скажете? У него не было сердца, но он каким-то образом поднялся. Все это было на той странице. Она помогла мне сражаться с ним. Он просто взял и пропал. Что за чертовщина тут творится? Нам придется разобраться, как так получилось. Понять, что происходит. Сага вернулась на озеро Колдрон. Сага должна была и споследовать за Назингелом в складку. Найти вход будет непросто. Ритуал. Сага соберет о нем информацию. Остановит монстра. Так. Так, это сюда. Страница рукописи. Жертвы был их коллега. Специальный агент. Прятенит. Тысячу раз одно и то же говорят. Нахуя это? Нахуя вот это? Подождите. Это мы слушали. А, ну можно это, короче, не слушать. Окей. Радио. За тобой во тьму. Мы сейчас песню будем слушать? Да, главное, чтобы сюжет не подкачал. Согласна. Но мне прямо очень нравится. Вы что скажете? Find my way home. А нахуя нам слушать музыку, скажите? Piano time. Ой, да. Так, давайте поговорим с ним. При тем, как все слетели с катушек, шрифт-брейкер исчез. Может, шрифт знал больше, чем могло показаться? Хм. Его что-то беспокоило, как будто он боялся грядущих событий. Еще одна загадка. Выдя на нами, логически не объяснишь. Я бы с удовольствием свалил все на массовую галлюцинацию, вызванную вулканическим газом. Но мы оба знаем, что все не так просто. Приключилось что-то сверхъестественное. Рада, что ты сказал это. А теперь надо решить, что делать дальше. Жертв ритуального убийства превратилась в монстра. Есть ли здесь связь? Кажется, культ дерева проводит ритуал и создает чудовищ. А, ну, кстати, может быть. Да. Не исключено. Надо узнать цели культа, смысл его существования. Если не знаю, заклините в обидели. Почему я в тупике? С чего ты эту взял? Так. А, нет, у меня еще есть всякие. Странички. Все. Так, что? Если верить страницу, Найтингейл сейчас на озере Колдорон. Его называют удержимым. Нам надо вернуться на озеро, остановить его, чтобы никто больше не пострадал. Так. Подождите, а у меня ахилок, а половина хилки, ничего? Мне вроде не говорили хилиться, но я пока не буду. Это шериф какой-то? Не знаю. Шериф Брэкер исчезла. Найтингейл превратил с кода чудовища. Несколько полицейских ранено. Не то, чтобы ранено, а не умерли. Нам нужно срочно вернуться к озеру Колдорон. Че-то побери, это же ужасно. Поможем чем сможем, мэм. Блин, мне прям очень интересно, если честно. Это какой-то новый просто формат игры. И мне прям нравится. Сердце Найтингейла пропало. Так. Не могу открыть голыми руками. Ожрели культа. Открывают замки, как думаете? Может, мы найдем здесь патроны? Ну, конечно! Конечно! А это что такое? Коробочка с батарейкой. У нас еще и садится, оказывается, фонарик. Ну да, как иначе. Ну, никак иначе. Слезы по очкам. Ты че дуре плачь. Тао катаю. Что с тобой случилось? Пропустила сериал? Просудилась? Стой. Нет. Ладно, идем наверх. Летучий голландец! Колоритная палочка. А что, это мы наверх поднялись? Это мы не на выход идем? Так, ну-ка, спите. У них патроны. Ох, мамочки, какой... Вот, видите? Телек старый. Я говорю, что атмосферка таких вот... Короче, Америки прошлого. Не знаю, какие только годы. Восьмидесятые? Нет? Или у них это норма в таком штате, может быть? Такие телеки. Так, ну я просто хочу осмотреть, что тут еще есть. Только не говорите, что тут воровать, блядь, нельзя. А то я с ума сойду. Мне патроны нужны, чуваки. Так, зачем это читать? Окей, почту проверили. А может, это мое место? Нет, может, не отсюда. Так, ну я предлагаю еще что-нибудь смотреть. Что интересно? Здоров! Прикольно, если бы они подходили, как в отласти немножко. И это самое. И стучали бы по клетке. Давай я тебя открою. Ладно. Так. Что у нас еще есть? Я не могу выломать дверь. Пописай тогда. Что там? Какой псих будет считать рулон на туалетной бумаге? У тебя, судя по всему, свободного времени полно. Я знаю, что кто-то из вас воротил эту бумагу. Крась из управления шерифа, серьезно? А зачем я его воровать, Реал? Разве только Зеву? Прекрасную нашу. Так, это не была реклама. Покупаем интеграцию. Дорого. Найтингейл и Курт очень опасны. Мы должны быть на готове. Ситуация может стремительно ухудшиться. Кейси, вызови подкрепление. Доровая мысль. Брайт Фолс. Это агент Кейси. Нам нужно подкрепление. Делая Брайт Фолс. Всех свободных агентов. АСАП. Как можно скрэр? Вот, кстати, у нас так пауза не нажимается. Вы поняли? Карта. Мы здесь. Господи, какая огромная карта, что ли? А, подождите, да, вот. Карта, по которой ничего не понимаешь. До скорой встречи. Нет, смотри. Смотри меня. Куда ты ушел? Жди меня. Тебе плохо? Давай тоже столб порассматриваем. Не хочешь? Кто там? Кто там? Немножко ебнулись. Ну ладно. Ой, друзья. Да, слушайте, реально вайбовая игра. Мне прям очень нравится. Она прикольная. Нашли друг друга. Ты куда ушел, Алекс Кейси? Или как там все? Как тебе городок? Я присматриваюсь. Готовы идти? Только тебя и жду. Это она имела в виду, что ей он не понравился. Так. Водичка. Вайбы Твин Пикса, кстати, да. Адерсон должен... Я знаю, что Найтингелл идет 13 лет назад в этих краях. Он охотился на писателя, Алана Уэйка. Тэмми говорила о нем. Она пишет книгу о его исчезновении. Но знаешь, того самого, который писал книги о детективе Алексе Кейси? Да, слыхала в офисе. Глухарь Кейси. Дело об убийстве Кейси. Извини. Ха-ха. Мой полный тезка и работа похожая. Это все отмечали. Меня это подбешивало? Ну что уж поделаешь. А 10 лет назад я начал получать странные письма. Литературные тексты, описывающие убийства. Ты наверняка слышала о том, что творилось в Нью-Йорке. Труп за трупом. Культ убийц. Оказалось, что мне прислали выдержки из криминальных романов, Алана Уэйка. Культисты копировали убийства из его книг. Они считали, что проводят ритуал, который вернет Уэйка с того света. Возвели его в ранг пророка. Это дело побудило меня заняться расследованием исчезновения Уэйка. Ты решил, что это дело может быть как-то связано с ним? Его имя постоянно упоминается. Просто решил, что тебе пора все рассказать. В следующий раз рассказывай все до того, как мы попадем в ужастик. Реал. Я, кстати, вот Твин Пикс начинала смотреть несколько раз, и до середины зашла, и мне что-то так как-то поднадоело, я забила. Не знаю. Может, я на самом интересном, конечно, выключу. Перед самым интересным. Так. Возвращение. Давай, сердце. Страница говорила, что Найтингелл находится в какой-то складке. Нужно выяснить, что именно это значит. Хорошо, что не мне это расхлебывать. А что значит складка, реально? Спасибо. Пожалуй, Найтингелла стоит поискать там, где его убили. Ну, где стол. Автор этих страниц знает, что произошло, потому что автор замешан преступлений, или потому что знает будущее. Здесь творится что-то невозможное. Все работает по каким-то собственным правилам. Красиво как. Смотрите. Мне надо понять странную логику. Отыскать подсказки. Раскрыть дело. Я размешала о культе дерева. Какой культ вообще станет называть себя культом? По моему опыту никакой. Очевидно, что мы не все знаем. Опа-на. Пацаны. Здрасте. Как вы? Сага Эндерсон. Что вы тут делаете? Илма Каскелла. Рад познакомиться. Стивен нанял меня провести его через лес. Он здесь по важным государственным делам. Чиним вот это впечатляющее оборудование. Я работаю в ФБК, мэм. Я уполномочен находиться здесь. А вы, я полагаю, здесь насчет убийства? Дурное дело. Есть успехи? Как вы узнали в убийстве, Илма? Вам есть что рассказать? Люди болтают всякое. Все знают братьев Каскелла. Кстати, если желаете весело провести время, советую посетить Уотари. Это чуть дальше по дороге от Брайт Фоллс. Со мной кофеек попить. Не хотели бы? Да, там есть парк развлечений. И сауна есть. Ага. Там еще предлагаем разнообразные экскурсии. Ага. Отвали. Так. Стул мешает. Как много текста! Чел восстал от мертвых у Вилкова. Просто нахрен сейчас. Все ходят. Будто нихрена не произошло. Реально. Нет, я только что прочитала. Это так, да. Согласна. На PS5 вообще офигенно выглядит. Мне просто тащусь. Это 10 of 10. Вообще, многие игры на PS5 выглядят круто. Я не знаю, почему все так догапываются. Запись постороннего вмешательства. Сигнал перенаправлен к неизвестному передатчику. Последствия вмешательства ликвидированы. Но сам факт вызывает беспокойство. Сообщу отделу расследования. Оставляю запись на случай, если меня кто-то сменит. Если вы читаете это, проверьте оборудование на предмет постороннего вмешательства. Может, стоит добавить дополнительный слой металлической оболочки, чтобы обезопасить технику от енота. Погнали. Погнали дальше. Идем, ничего интересного. Посмотрите, какой лес и гора красивая. Меня много в этом деле тревожит, но что-то кажется очень нехорошим. Исчезновение Бейкера? И думаю, что за этим стоит Найтингелл. Он собирается дать тебе еще страницы. А, это этот щелк, да. Кто-то не хотел, чтобы они не попали к нам? Или защищал его от Найтингела? Спонтанное самовзгорание? Когда люди в расследовании, делами пропадают? Обычно. Я не прочитала. А, да, 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 да. Ну, потому что, чего он мне про свою сауну огородит, блин? У нас тут серьезное дело. Вместо преступления затапливают. Люблю я дождь. Чувствую себя как дома. Никаких следов Найтингела. Страница гласила, что на озере Колдрон в складке. Ну и как нам дальше преследовать его? Может, что-то в округе подскажет нам? Ну, мы найдем Найтингела. А что дальше? Мне никогда еще не приходилось задерживать монстра. Это задержало кучу монстров у меня на глазах, Андерсон. Ты прекрасно понимаешь, о чем я. Монстров, которые монстры. В морге его остановил только свет. Возможно, это и вовсе единственное оружие против таких, как и он. Монстры, складки, ритуалы. Ну, ей, видимо, это интересно, поэтому ее не парят, что это все происходит. Что ты об этом все думаешь? Обычно ритуалы проводят убийцы, а не детективы. Они воплощают свои поганые фантазии в жизнь. И, возможно, пытаются вовлечь в них и тебя, затягивать свой извращенный мир. Но когда мертвецы возвращаются к жизни, слово ритуал обретает новый смысл. Надо изучить обстановку, выяснить, что из себя представляет этот ритуал. Как же она будет визжать? А что там будет, пиздец? А я не хочу! Я думала, я на ночи, на расслабонища буду, а оказывается, я буду орать. Это тело нам уже попадалось. А я не рассчитывала, я буду... Я думала, я реально, ну, с вами хорошая, такой спокойный вечерок проведу. Быстрее бы уже. Босиком! Найтингейл. У него только имя сложное. Я посмотрю, куда ведут следы. Можно еще прочесать место преступления. Ага, вот так достается пистолет. А как перезаряжать? Ага, квадрат. Угу. Так, как же я буду визжать, говорите? Больше экшена. А почему у тебя не отображаются... Эти? Смайлики. Это потому, что я так тебе сделала... Ой, ну, тебе. У меня в браузер, типа, не установлен. Если ты часов на 50. Ебать, ну я хочу, да, игру вот эту. А, нет, на канале, а как их добавить? А куда идти, блин? Блядь, пизду нахуй. А, ну, блядь. Мы сейчас только что играли в ебанутую игру. Я что, должна бояться Алана Вейка? Я готова визжать, ребят. В складке-то, может, вот здесь? Следы. More footwork. More footwork. Кровавое солнце. Следы ведут в воду. Я просто посмотрела, и мне так через зеркало начал светить фонарик правом лицом. Куда он отправился дальше? Так, я должна сесть поудобнее. Так ослаб... Какого хуя вообще? Фух. Я вообще не ожидала. Сейчас будет вообще что-то. Блядь, я боюсь. Здесь что-то есть. Кто-то. Не Найтингелби? Так. Опа. Что это? Перевязка. Блядь, перевязка нужна. Подожди. У меня мало хилок. Так, подожди. А как ее заязать? Поместить. Ебать, она долго вылечивается. Блядь, как бы мне было удобнее. Это сессия. Ребят, извините. Я буду орать слишком громко. А, тут мне не пройти. Блядь, блядь, это просто коряга. Просто коряга. Просто коряга. Блядь, Люся. Люся, 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 Люся. Как мне туда пройти-то? Люся, подожди. Я запуталась. Люся. Люся. Куда идти-то? Угу. Ага. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. А куда? Подожди, я что-то не понимаю. Тут везде закрыто. Не могу прилезть? Нет. Ладно, давай сюда. Нет. Блядь, я не знаю, куда идти. Меня это волнует. Эта музыка слишком серьезная. Может, как-то так? Нет. Меня туда не пускают. Я туда не пойду. Можно сохранить? Блядь, нельзя сохраниться. Прям напротив ящика. А, вот сюда? Пошел на колпапца. Там что-то красное. А что, тут ничего нет? Подожди. Это я тут заходила. А, нет, подожди. Блядь, еще эти записки, ебаные. Черпак ведьмы. Ебаный рот. А... Получилось его название за похожей на котел формы. Однако, с ним связано немало загадочных историй. Например, его считают проходом на тот свет. Есть история о ведьме, чьим котлом на самом деле было озеро. Легенда гласит, что местный шериф обвинил даму в колдовстве, когда его ухаживания остались без ответа. Ее утопили, но она выронила свой черпак, а из него выросло странное дерево, которое называли черпаком ведьмы. Позже она вернулась с того света, чтобы отомстить своим обидчикам. Может, изначально она и не была ведьмой, но точно стала ею теперь. Она убила шерифа, утопив его в озере, затем вырвала его сердце и заперла в ящики. С помощью сердца она призвала его из озера, чтобы он мстил от ее лица. Но пока и не мере, так гласит легенда. Блядь, вот оно. Чуваки! Это, это, что это? Кажется, реагирует на свет. Это другие следы, которые были раньше. Они идут дерева, а не из него. Давай, погнали! Можете усилить свет фонарика R1. Мой фонарик развеял тьму. Она покрыла другую страницу. Педерохранитель вернулся на законное место. Сага вступила в хижину ведьмы. Помещение было ярко освещено. Ряд предмет обросался Саге в глаза, как будто свет вылепил их. Хижина ведьмы. Хорошо. А на странице что? Хижина ведьма. А можно здесь я просто спрячусь и это... И она... Это... И просто, ну... Рассказы цепок. У меня кучу улик, мне надо поставить. Следы идут в лес. Так. И жина ведьма. Ага. Так. Я надеюсь, в этот момент нас там не убивают? Свет есть ключ. Ключ безопасности. Но не только. Он откроет нечто иное. Найтингейл. Я знаю, что Найтингейл сейчас где-то в окрестностях озера. Дерево. Это врата. Между этим миром и темной обителью. Ха-ха-ха-ха. Тебе это не по зубам. Следующая остановка. Станция Кальдера-стрит. Врата. Дверной проем. Ведущий к Найтингейлу. И все это как-то связано с деревом. С черпаком ведьмы. Зачем нам слушать музыку? Объясните. Он похож на Ивана Дорна, кстати. Ох, мамочка, я турист. И кажется, заблудился в чаще. Надо было брать гида. Да еще и медведи проснулись. Какая натуральная графика. Я вообще в шоке. Или это не графика уже? Мне кажется, это уже не графика, да. Гида вызывали? Ух ты. Я понял, да. Так, цели, подожди. Найти хижину ведьмы, наладить освещение в хижине ведьмы. Найти предохранитель. Мне нужно найти хижину ведьмы. А мне нельзя залезть? Нет. А что значит ноль? Недисто похожий дерево. Ареал. Хижина ведьмы. Блять, я боюсь. Кто там? Так, куда идти-то? Хижина ведьмы. Дерево это портал. Ну. Тут так темно, я нихуя не вижу. Вперед, навстречу приключениям. Ну, дерево это портал, и что? Я что-то не понимаю. Почему она, кстати, пошла одна без своего помощника? Это не странно? Где карта? Там что-то говорилось. Так вот, складка, да. Знак ведьмы. А что это красное? Ну, складка. Сверху, ну. Погоди. Так, подожди, блин. Писташу синяя. Меня заела эта фраза. Ну, вот. Черпак ведьмы. Ну, я прям здесь. Отсюда можешь карту открыть? Выше. Вот это, типа? Или вы... А-а-а-а! Хижина ведьмы. Реал. Блин, мне страшно. Блин, не пойду. Можно мне поставить здесь, это... метку? Короче, мне надо развернуться полностью. Я понял. Самое стрёмное, что когда ты открываешь карту, ты не идёшь... У тебя не ставится на паузу. Это стрёмно. Конечно, здесь не пройти. Конечно, тут не пройти. Так, если что, мы умеем бегать, и мы не устаем, судя по всему. Так. Блядь! Зерево дёрнулось, нахуй! Почему оно дёрнулось? Я сейчас сажу, блядь, пока я буду смотреть эту карту ебливую. Извините за мат, пожалуйста. Я не пойду, всё. Гайс, у меня всё найс! Каждый день только твой, если я улыбаюсь с тобой! Блядь, сука, блядь, сука! Чё такое? А, это просто что-то падает. Это просто ветки. А можно сразу карту открывать? Мне так вообще неудобно, если честно. А, ну нам наверх. И жена ведьмы! Собираюсь я! И бегу к тебе! И жена ведьмы! И упоминался фитиль. А может дверь закрыть? Спасибо. Не знаю, поможет ли это мне. Что она сказала? Я забыла. Что она сказала? Надо эти освещения в хижине ведьмы. Так. Ведьмы, судя по всему, это. Тоже в культе дерева. А как я налажу освещение? Подожди. Блядь, мне мешает ногу, стул. Снаружи, наверное. Блин, я боюсь. А чё можно ещё раз? Я забыла. Ага. Как бывает. Генератор. Как обычно, блядь. Сука. Андерсон, кажется, я что-то видел в лесу. Ну, конечно, да. Наверное, просто олень. Хорошо. Блядь. Держи меня в курсе. Блин, планы, рот. В щитке нет предохранителя. Ну, конечно. Как обычно, просто. Просто, as always. Мне нервная. Как обычно. Так, пивасик. Переохранитель я предохран... Блядь, не пойду, нахуй. Я не могу, я боюсь. Предохранитель перегорел, блядь. Ну, как обычно. Я бегу. Блядь. Блядь. Включи фонарь. Это ничего. Это просто шевеление. Это вроде цел. Сейчас сзади кто-то будет. Пора заканчивать. Чё-то там. Спокойно. Спокойно. Повязочка. Так, прочитаем. Господи. Ребят, можно я не буду это читать? Это пиздец. Короче, я призналась ей... Так, ладно, давайте прочитаем. Миша мне сегодня сказала, что переезжает вместе с родителями. Хреново. Ведь я и не призналась ей, что она мне нравится. Ну и смысл теперь говорит, родители хотят найти нормальную работу и отдать ее в хорошую школу в большом городе. Ну и правильно. Кто-то хочет остаться в этом сраном и брать что-то там. Короче, я призналась ей. Она сказала, спасибо, убейте меня в стену. Вчера ночью улизнул из дома. Вместо того, чтобы, как обычно, пялиться на хижину у озера, сходил к ней. Хватит тупо сидеть на заднице. В общем, в хижине происходит что-то странное. Надо выяснить, что. Добуду нужное снаряжение и вернусь завтра. Думаю, что смогу забраться внутрь и сделать пару фотографий. Будет круто. Снова ланчбокс. О, да. Снова ланчбокс. Так это тебе, наоборот, в плюс. Собирай. Знаешь, что здесь полный дурдом, но в самый жуткий час не забывай, что Аллан присматривает за нами. Тут какие-то фанаты Аллана, я так понимаю. А где сам-то Аллан? Я думала, мы будем вообще всю игру играть за Аллана. Получается, что нет. Получается, что Аллан-то нет. Может, он умер? Я оставила только записки. Блядь, как резко было. Так, и что? Конечно, смотреть хижину ведьмы. Заходи. Блядь! Закрывай дверь. Блядь, закрой дверь, сука. Молодец. Еще страница. Подожди, можно сохраниться. Быстро сохранение. Сохранение. Ура. Хижина ведьмы это сохранение, оказывается. А я ее боялась. Она не пройдет игру полностью. Полтора часа уже играем, ничего себе. Офигеть. Так, ребят, на самом деле, я думаю, что нам надо здесь с вами сохраниться. Вот. Потому что уже поздно, и мне завтра рано вставать. В любом случае, завтра будет стрим. Но, я не знаю, наверное, хотя не знаю, блин. Мне просто работу на вечер поставили. Посмотрим. Но еще в четверг. В четверг, кстати, здесь стрим Сыры и Анж. Вот. И в пятницу точно будет стримчанский. Вот. Насчет завтра я не знаю. Так, еще сохранимся. Короче, всем огромное спасибо. Всех люблю, обожаю. Надеюсь, что я сегодня вообще успу. Вот. Потому что это было жестко сегодня. Happy Halloween, как говорится, да? Всем спокойной ночи. Всех люблю, обожаю. И до скорых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok